Историк архитектурный лагерь по восстановлению памятников архитектуры Золотого кольца Золотые купола работает в нашем районе уже 5 лет. В составе волонтерского отряда ярославские студенты и старшеклассники, члены Российского союза молодежи, в том числе и некрасовские ребята. Помогаем Михаилу восстанавливать храм, потому что мало сейчас молодежи, которая бы хотела работать бесплатно. Просто нравится работать, общаться с друзьями, которые приезжают из разных городов. Также иногда приезжают у нас американцы, в том году приезжали, с ними нравится общаться, учить их всему. Они нас чем-то учат, у нас весело, днем работаем, вечером отдыхаем. Казалось бы, 10 дней, а именно столько длится трудовая смена лагеря, срок небольшой. Но за 4 года регулярного участия в судьбе Воскресенского собора волонтеры смогли остановить процесс разрушения святыни и начали подготовку к восстановительным работам. Здесь, на этом храме, мы работаем уже, наверное, четвертый год. Мы помогаем отцу Михаилу. Сначала разгребали фундамент, сушили его фундамент вокруг церкви, а в этом году мы занимаемся фасадными работами. Сначала оббивали штукатурку, а потом все промывали, полностью весь фасад, колонны. Сейчас замазываем раствором цемента, извести и песка. Стройотряд трудится одновременно на двух исторических объектах нашего района. Помимо Воскресенского собора, ребята занимаются расчисткой завалов в стенах храма Рождества Христова в Малых Солях. Работают волонтеры бесплатно, живут в школе, а вот питание и прочие расходы на обеспечение жизнедеятельности лагеря оплачиваются по гранту и средств областного бюджета на молодежную политику. Здесь у нас, как правило, мужчины работают, ну и вот девушки нам помогают, потому что здесь есть работа, когда кирпичи нужно будет перенести, допустим, в этот зал. А парни-то именно разгребают эти завалы. Меняемся иногда, иногда комбинируем две бригады, работаем на том объекте, потому что там тоже нужно заканчивать уже сегодня будет первый слой. Там особая технология называется римский бетон. Это технология, ну многолетняя, как бы оправдывает себя. Отец Михаил нам рассказал в этом году эту технологию. Руководит деятельностью волонтеров настоятель храма «Утолимая печаль» в Некрасовском протеяре Михаил Бучин. Он же обеспечивает ребят стройматериалами за счет личных средств и пожертвований прихожан разных храмов, а также по необходимости привлекает в помощь студентам местных жителей. Несмотря на то, что РСМовцы не получают за свой труд материального вознаграждения, они работают очень добросовестно и стремятся попасть в лагерь снова. Мне нравится, это интересно. Друзья приезжают. Всегда приятно встретиться, познакомиться с кем-то. Но как бы родное поселок, охота внести в свою лепту. Чем могу, тем помогу. Сколько еще сил и времени потребуется на восстановление храмов, ведомо одному Богу. Волонтеры из Российского союза молодежи планируют продолжить свою миссию в Некрасовском и в будущем году. Волонтеры из Российского союза